На портал Экзекет поступил вопрос, не заразен ли грех? Ответ, заразен. Но знаете, как вот с болезнями, всякими микробами, бактериями и так далее, вирусами. Два человека заразились, а третий спокойно ходит рядом и не болеет. Это сплошь и рядом бывает. Почему? Ну, ответ очевиден, любого там, даже не очень, даже человек не с медицинским образованием, а у него хороший иммунитет, поэтому он, так сказать, не заражается. Вот если у человека есть покаяние, человек живет достаточно напряженно духовной жизнью, не осуждает грешника, потому что как раз осуждение, грехосуждение, такой очень хороший, краткий путь к заражению тем грехом, который ты осуждаешь. А жалеет, молится, имеет покаяние, он никогда грехом не заразится. А вот когда он не имеет покаяния, то он может заразиться, ну так мы условно говорим, конечно, грехом. Почему? Потому что у каждого человека есть страсти. И страсти, они над нами во многом давлеют, над всеми, в той или иной степени. Безгрешных людей не бывает. Был один безгрешный человек, многое человек – Иисус Христос. И остальные грешники, даже великие святые, они тоже не без греха. Как сами великие святые говорили. Так вот, и вот если ты не имеешь покаяния, твоя страсть может войти в резонанс со страстью того человека, с которым ты общаешься. Ну, например, такой простой пример известный. Алкоголик нельзя, ну, алкоголик, который бросил пить, нельзя идти в пьющую компанию. Почему? Потому что вот он только-только расстался с грехом, он отсюда не утвержден. А мы знаем, что на самом деле бывших алкоголиков не бывает. То есть, если ты был алкоголик, а ты пить нельзя по жизни. Это вам любой нарколог скажет. И вот если он попадет, если вначале в компанию, где выпивают, он, естественно, у него, так сказать, захочется тоже, он с собой может не справиться и опять уйти в какой-нибудь запой, не дай бог. То же самое относится к любому греху. Поэтому если ты чувствуешь себя, ну, не в безопасности, то это отнюдь не твоя такая, знаете, что ты вот такой боязливый человек, всего боящегося. Нет, ты человек, который трезво оценивает свои возможности. И зная свои слабости, ну, старается их как бы не спровоцировать. Вот известный случай из древней потери, которую действительно Игорь Бричининов приводит пример. Некий старец, прожив в пустыне, там до 80 с лишним лет, а уже ослеп, ослаб. И в пустыне очень такая жизнь непростая, тяжелая физически, скудная, ну, и человеку пожилому уже надо где-то ближе к людям, чтобы там как-то немножко полегче. И он говорит, отведи меня, мой ученик, к людям, но так, чтобы нигде нету женщин. Это монахи были, это старче. А везде есть женщины, их только в пустыне нет. Да, говорит, тогда отведи им в пустыню. Ну, они там, в принципе, и бывали. Вот этот пример, такой немножко экстремальный, что ли, который показывает, что надо очень осторожно относиться к своими возможностям. Сколько у меня было случаев, когда приходили там молодые девушки и говорили, вот у меня там молодой человек, у нас такие чувства. Я говорю, ну, будьте осторожны, там всякое бывает. Говорит, батюшка, все под контролем, не волнуйтесь. Через две недели он приходил, говорит, батюшка, я в положении. Ну, естественно, там это было вне брака. Вот надо быть, знаете, надо вот есть такое святотическое правило, не доверяй себе. Не доверяй себе. Не считай, что ты, знаете, такой пуб земли, такой великий святой, что тебе все ни по чем. Обычно в таком состоянии люди и в грех попадают. Проверяй себе, думай, а стоит ли. Да, иногда надо, ну, допустим, если человек, извините, его ближайшие родственники, он живет там, или пьющий, или там еще кто-то еще. Ну, да, понятно, что приходится жить, но тогда молись. Не осуждай, обди над собою, и тогда ты будешь защищен благодатью Божией от того, чтобы заразиться грехом. А другой способ, чтобы грехом не заразиться, его просто не существует. Только благодать Божия становится непробиваемым счетом между нами грехом. А благодать Божия там, где есть смирение, есть покаяние, есть желание жить по-христиански. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok